Болеть с этого года станет невыгодно. В правительстве приняли новую формулу расчета больничных листов. Если раньше для стопроцентной оплаты больничного нужен был трудовой стаж в 8 лет, теперь это 9. А потом постепенно его будут увеличивать до 15 лет. Но зато оформить больничный лист можно будет через интернет. Заверяться документ будет электронной подписью врачей. Электронными станут и полисы ОСАГО. Это один из способов избежать подделок документов и ненужных очередей. Также упрощается жизнь граждан в плане возможности обращения в суд с различными заявлениями, ходатствами, жалобами в порядке, в электронном порядке. На мой взгляд, на сегодняшний день. То есть возможности сетей достаточно развиты для того, чтобы этим умело пользоваться. Все новые автомобили в России должны будут оснащаться спутниковой системой «Эроглонас» для автоматического оповещения о ДТП, а также для быстрого поиска угнанных авто. Ужесточились правила перевозки детей в салоне автомобиля. Пассажирам, которым еще нет 10 лет, можно устанавливать автокресло только на заднем сидении. Тем, кому 10 лет уже исполнилось, но нет еще 12, сидеть на переднем сидении можно, но тоже в специальном автокресле. Отдельным пунктом прописывается и то, что простого сидения бустера с ремнем уже недостаточно. За плохое поведение будут наказывать коллекторов. Теперь им законодательно запрещено шантажировать, угрожать, использовать грубую физическую силу. Общаться с родственниками, близкими и коллегами должника тоже запрещено. Более того, должник сможет отказаться от общения со сборщиками долгов. Для этого нужно направить банку письменные уведомления о своем решении. Еще один важный момент. Все коллекторы будут включены в госреестр, а контролировать их будут судебные приставы. Регламентирована четко деятельность коллекторов в плане чистоты их обращений к должникам. Если я не ошибаюсь, то один раз в сутки, не более определенного количества раз. Таким образом, чтобы деятельность коллекторов не стала кошмаром для должников, как мы наблюдали такие достаточно резонансные случаи. Регистрировать недвижимость можно будет в любом офисе приема документов. И не важно, где расположен объект. То есть, если самарец купил квартиру в Краснодаре, ему не обязательно ехать за 3-9 земель, чтобы оформить право собственности. Сделать это можно в любом МФЦ. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. Уча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...